шалом всем мы читаем на этой недельной главе парашат хукат и что интересно что книга бамидбар это вначале я хочу сказать книга бамидбар это книга которая называется пустыня мидбар пустыня если мы обратим внимание что первая часть этой книги она нам рассказывает о первых я знаю там может быть максимум полтора года после нашего выхода из египта что происходило в пустыне все там события кризисы проблемы решения этих проблем и недельная глава хукат она уже переходит на сороковой год то есть сейчас мы уже входим на святую землю и наши подготовки после того как уже за греха разведчиков в общем то поколение которое вышло из египта оно не удостаивается войти в эротисраэль их не дети которые родились уже в пустыне родились свободными людьми не были рабами в египте они сейчас входят в эротисраэль и с нашей недельной главы и фактически до конца торы она говорит о последнем год сороковой год как мы входим в эротисраэль это то что предисловие и кстати и поэтому наша недельная глава начинается например заповедью красной коровы которые о чем она говорит а очищение если человек он находится в ритуальной нечистоте он находит например он был где-то там я знаю там под шатром где лежит труп или трогал труп или что такое и он встает если законы тум и существу существуют специальные законы вот этой тум и такая нечистота ритуальная и как очищаются от этого и на это есть целая глава который в начале нашей главе который рассказывает про красную корову почему это именно здесь рассказывается потому что еврейский народ идет сейчас воевать и на войне есть погибшие а если есть погибшие существуют тума существует вот эта ритуальная нечистота а с другой стороны у евреев есть тоже законы которые запрещено делать какие-то законы когда они в той ритуальной нечистоте им запрещено заходить в храм приносить какие-то живоприношения пасхальное живоприношение отмечать какие-то праздники и так далее. И если это коины, им запрещено кушать плоды, которые им дает весь Израиль, от десятинах и так далее. Так поэтому обязательно, что поскольку мы входим в Эрот-Исраэль, нам нужна чистота, и понятно, что есть погибшие, понятно, что жизнь начинается, и всякое бывает, поэтому надо готовиться к этому. Это, в принципе, с Порошат-Хукат у нас сороковой год. Но я хочу сегодня, прошу вас, обратить внимание на историю, которая, мне кажется, 100% актуальная, потому что не может быть что-то неактуальное в нашей Торе. Все у нас актуальное, поэтому книга «Бамидьбар», она начала, говорит про полтора года первые, а потом на сороковой год, все 38 лет у нас ничего не упомянуто. Несмотря на то, что я уверен, что были какие-то рассказы интересные, были какие-то, в общем, события, какие-то интриги и так далее. Все это не написано. Почему? Потому что это неактуально для нас. Да, это как нам Балашон Хахамин с терминологии наших мудрецов, написано «Невуа, ше ницрыхали доротних тыван», пророчество, которое ницрыхали дорот, которое требуется во все поколения, на поколение, то-то мы от этого можем выучить. Это написано «Невуа, ше ле ницрыхали дорот», пророчество, которое ле ницрыхали дорот, оно не написано. Поэтому вот эти 38 лет, то, что происходило там, у нас не написано, потому что это неактуально для нас. А то, что «да» написано, конечно, это актуально. И давайте мы вместе прочитаем, что у нас «да» написано. Еще раз я говорю, мы сейчас говорим про сороковой год. Вот-вот уже мы входим в Эрец Исраэль. И написано так у нас в Торе. В общем, мы должны уже войти, пишет нам Тора. И двинулись они от горы Ор по пути на Чормное море, чтобы обойти землю и дом. И истощилось терпение народа в пути. Терпение народа в пути, оно истощается. Хорошо, истощилось. Да, конечно, в дороге нелегко. Надо идти в Эрец Исраэль. Написано, что у них стало тяжело. Ну, хорошо, тяжело. Ну, и что делают, если тяжело? Так есть моменты набрать силу. Есть моменты, когда ты поддерживаешь друг друга, да, помогаем друг другу. Вот-вот мы скоро входим в Эрец Исраэль. Реакция народа была чуть-чуть иначе. И написано так. И возроптал народ на Бога и на Моше. Если мы обратим внимание, народ всегда жаловался. То есть не всегда, а много раз он жаловался. Он жаловался, когда мы то, что вышли из Египта. Он жаловался, когда нет воды. Он жалуется и жалуется. Хорошо, нет проблем, жалуется. Но он жаловается кому? Он жаловается Моше. Он на все наезды его. И вы были только на Моше. Сейчас впервые у нас мы находим. Обратите внимание. И возроптал народ на Бога и на Моше. Ого. Здесь уже Всевышний тоже входит в это недовольство. То есть мы недовольны тобой, Бог Всевышний. Так как ты управляешь нас, как ты руководишь, мы не очень, не то, что не очень. Мы вообще недовольны. Зачем ведь, что написано, что они разоптали. Зачем вывел вы нас из Египта, чтобы умереть на пустыне. То есть нам все надоело. Ведь нет ни хлеба. То есть, а что они жаловаются? У них, видите ли, нет хлеба. Ни воды. И души наши опротивела эта негодная пища. То есть, с одной стороны, они говорят, нет хлеба. Когда мы говорим, нет хлеба, имеется в виду, ну, хлеб, нечего кушать. Да? А с другой стороны, они говорят, нет, есть она противная. То есть, она уже надоела нам. Да? Так написано. То есть, это, понимаете, когда вдруг начинается, ты сам не знаешь, что хочешь. С одной стороны, говоришь, есть хлеб, то есть, есть еда. А с другой стороны, она противная еда. Да? Это может быть и у каждого из нас из дома, человеку, который действительно дают, нету разнообразие. Да? Так ты, нечего кушать. Нечего кушать. Как нечего кушать? Есть что кушать? Да? Ну, она уже все противно. Уже то же самое, это нечего кушать. Да? Когда ты говоришь. Да? Нет хлеба, нет воды и так далее. И что здесь происходит? Что происходит, когда вот народ приходит и говорит, нет хлеба? Это надо нам понять, что здесь народ, опять-таки, когда мы говорим про народ, мы говорим про праведников уже. Мы говорим про тех, которые входят в эрот Исраэль, которые все злодеи, которые были те, которые выражали протест против всего, они уже не существуют, они вымерли все. Как мы знаем, что каждое девятого ава, это тот момент, когда вернулись разведчики, каждое девятого ава на протяжении сорока лет рыли могилы и заходили в эти могилы. И, в общем, большое количество, 15 тысяч, не вставало просто оттуда. И так каждый год. Да? И сейчас все это закончилось. Написано последнего 15-го ава, все зашли. Это, кстати, 15-го ава, это одна из причин. Почему это радостный день? Потому что Потому что Те, которые должны быть умереть в пустыне, они уже все умерли. И вот-вот мы уже входим в эрот Исраэль. Все нормально, уже все живы. Все праведники, все заходят. И, тем не менее, они недовольны. Они приходят на претензию к Богу и к Мошэм. Так написано. И что происходит? Давайте посмотрим. И послал Господь на народ змеев сарафов. То есть Господь послал. И здесь мы потом посмотрим, что значит послал. Что значит послал? Есть послал, есть послал, да? О чем здесь идет речь? В общем, змеи, мы в пустыне, нападают на народ. Из-за чего нападает народ? Потому что вы жалуетесь. Вы жалуетесь, вам что недостаточно. Кен? И сжалили они народ. То есть они вот этому выгонят. И умерло много народу из израильтян. Змеи. И пришел народ к Муше. И сказали они. Согрешили ему. Что говорили против Господа. И против тебя. То есть мы согрешили. Мы говорили против Господа и против тебя. Кен? Помолись Господу, чтобы удалил от нас змеев. Я прошу тебя, помолись. Что делает Муше? И помолился Муше на народ. И интересно, обратите внимание, казалось бы, Муше должен был бы помолиться. Там, и это вот этот кризис, это вот эта проблема, она заканчивает. Змеи, которые напали и, в общем, кусали и умирали, евреи, должно быть закончено. Но здесь написано не так. Смотрите, что написано. И Господь сказал Муше, сделай себе сарава и возложи его на шест. В общем, я прошу тебя, сделай такой статуэтку змея. Сделай статуэтку змея и положи его такой на шест, такой высокий, и будет всякий тот, который его укусит змея, если взглянет на него, то останется жив. И вот сделал Муше змея медного и возложил его на шест и так далее, и так далее. И об этом идет речь, таким образом вот кризис заканчивается. Давайте сейчас мы с Божьей помощью посмотрим. Обратите внимание, змеи. Почему именно змеи? Есть гмара интересная, которая приходит и говорит нам, я вам зачитаю. Зачитаю, говорит гмара в трактате Баба Кама, 16 лист, который говорит, что если человек, мы знаем, что благодарность, есть такая специальная молитва, которая называется модим. Это интересно, что когда мы молимся в синагогах и есть повторение молитвы, то есть каждый молится шепотом, а потом есть повторение молитвы. И вот во время повторения молитвы мы отвечаем амэн на каждое благословение, которое Кантор произносит, отвечаем амэн. Но есть одно благословение, которое мы не слышим только то, что Кантор говорим, а отвечаем амэн. Мы сами опять произносим благословение вот это. Какое это благословение? Называется благословение модим, благодарность. Модим. Сейчас мы потом посмотрим. Модим. И там написано. Модим, мы благодарим Всевышнего за все и так далее. И Гмара говорит, что во время, когда мы это говорим, мы должны поклониться. Модим, монах нуля, кто бывает в синагоге, он увидит это. Мы есть специальный такой поклон. Такой поклон, который говорит. Гмара приходит и говорит, что позвоночник человека, который семь лет, семь лет не кланится, так вот этот позвоночник превращается в змей. Ужас какой. Почему? Потому что он во время, когда, надо сказать, модим, благодарность, и, в общем, нагнуть себя, он этого не делает. И поэтому, поэтому его позвоночник превращается в змей. Понимаете, откуда этот змей? Почему вдруг позвоночник в змее? Правда, что там позвоночник похож, как будто на змей и так далее. О чем здесь идет речь? Так великий комментатор Маарша. Маарша – это комментатор на Талмуд. Он говорит следующее. С самого начала змей, здесь идет речь, мы еще вернемся к этому. Тот змей, когда Всевышний сотворил мир. Когда Всевышний сотворил мир, сотворил все, и Адам, и Ева в райском саду. Тот змей, как он выглядел? Что было с ним? Так говорит нам Медраж, я вам читаю Медраж, что происходило в Беган-Эдем. Беган-Эдем. Амара Кадош Баруху. Ани Амарти. Еге Анахаш Мелеха Коль Беймавеха Я. Всевышний, когда сотворил этот мир, и сотворил всех животных в этом мире, он сказал, не то, что сказал, план божественный, что царем зверей и будет змей. Змей. Да? И сейчас он проклят от всех остальных. После того, как он согрешил, он будет проклят. И что значит змей? Сегодня в нашей ассоциации змей – это такое противное животное. Гладкое, противное. Но приходит нам Медраж и говорит удивительно. Амарти Егалех Бекомаз Гуфа. То есть это было одно из животных, который ходил как человек. Бекомаз Гуфа. Полным ростом. Если обратите внимание, все животные, они ходят как-то, нагибаются и так далее. А змей, он был, даже обезьяны, они тоже ходят. А змей, он был самый такой развитый. Он самым. И дал ему Всевышний, дал ему вот эту хитрость. Дал ему мудрость. Да? Как он ходит. И он должен быть, был самым. И почему тогда Всевышний все это забирает у него? Его неблагодарность. Я тебя возвысил для того, чтобы ты наоборот продвигал этот мир, а ты наоборот подставил, соблазнил жену, Еву, а потом Адама и так далее. То есть поскольку не было у него вот этого акарата, то вот этого благодарности, он спустился. И вот это, поэтому, когда мы молимся змей, когда здесь Мошер Абейну змеи кусают, сделай вот этого змея. Положи его на шесть, чтобы они помнили, почему, из-за чего есть проблемы. Были проблемы у самого змея, как он загрешил, да, и к чего его прекратился. Самое низкое, самое, в общем, ходит на вот этих песках и на земле. Самое противное. Также человек, посмотри на этого змея. Вернемся к этому змею, Кен, о чем здесь идет речь. Но я хочу сказать перед этим несколько слов. Скажите, пожалуйста, почему народ, он приходил и говорил, у него нету хлеба, нету этого, что это вот хлеб ужасный и так далее. С одной стороны, нету хлеба, с другой стороны, этот хлеб ужасный. Я хочу с вами прочитать очень важное комментарие Рошар Гирш. Рошар Гирш, он комментатор на Тору, прямо на нашу недельную главу. С вами вместе его поучить, почитать и потом добавить кое-что. В чем была идея народа? Потому что мы должны понимать, что не может быть, такого не может быть, что мы говорим про каких-то диких людей. Мы говорим про великих людей, которые праведники, которые входят в Эрд-Исраэль, и что здесь происходит. Давайте посмотрим. Исвеутра цунам, то есть они, то, что недовольны, это было направлено, как я вам сказал, Всевышнему. То есть они не сомневались то, что вот Моше рулит, то, что Моше, как он их ведет, план Моисея, что это, конечно, от Всевышнего. Моше от самого себя ничего не делаешь. Все это полностью под полным заданием Бога. Да? Но что они говорят? Мы недовольны, как Бог говорит Моисею. Понятно? То есть недовольны. если, как я всегда говорю, мы в Йома-Кипурин есть такой, есть целый список грехов, которые мы упоминаем и бьем себе на сердце, да, ой, за этот грех, за этот грех. Есть грех за грех который я грешил перед тобой Всевышний с удивлением. Удивление сердца моего, удивление. Так что значит удивление в сердце? Грех, слушай, Всевышний, ты такой управляющий, ты такой могущий, ну, знаешь, если бы я был без тебя, я бы совсем по-другому сделал. Да? Это вот грех большой, что мы иногда хотим давать советы Богу, как правильно вести. Так вот это начинается у нас оказывается давным-давно здесь, что Всевышний руководит, именно так он руководит, но мы недовольны, как Всевышний руководит. И написано, он говорит, они говорят, если мы так будем продолжать, мы умрем в пустыне. Им нам ших, говорит Аравирш, им нам ших бедерах, зол ле улам ле наги аля мехоз хэв цейду. Если мы будем продолжать таким же на это, мы никогда не придем ле ба хоз хэв цейду. Эля емино, етаму бэм, эля еямэйну, етаму бэмитвар, бамацав, монотонтни, ше энрагиле халутин. То есть, наши дни пустыни закончатся, и мы все здесь умрем. Окей? И вот сейчас то, что мы чуть-чуть упомянули, Аравирш прям говорит. Что они говорят? Давайте посмотрим. Что говорят те евреи, которые там находятся. Ки энь ле хэм вээн маэйн. Они приходят и говорят, нету воды, нету хлеба, и нету воды. Ну, не может быть, да, что у них нету достаточно еды и воды. кэн? Кэн? Потому что они сразу после этого говорят, сразу после этого говорят, что у нас все нормально. Кэн? Ше кэн му дим алатар, ше еш ле хэм ле хэм. Потом сразу они говорят, что есть у них хлеб. Так о чем здесь идет речь, когда они приходят и говорят, что у нас нету хлеба, видите ли? О чем здесь речь? Кэн? Ше кэн эм му дим алатар ше еш ле хэм ле хэм. Кэн? Ма шэ хасэр ле хэм у суг ау хэхэл ва хэштия ше еш ле нэшин бедерэх кэллэ. Тошто им нихватаи эт ата йеда да? И циэн на пидки кэторэ у лу ди есть абрична. Кэн? Хэмэзон ше нитэн ле хэм бедерэх нэс ле ло кэл амал мецидам здесь Равируш подчеркивает вот этот момент еда которая дается им чудом они никак не работают над этой едой наасалээн давар радилу миша амен это превращается скучным даются нам есть у нас но я сам не заработал это это мне падает каждый день все но это они называют клокэль это они называют как будто что-то испорченное кэн то есть с одной стороны это большой хэсэд это хэсэд ашэм ашгахатоа миюхэд ашэр ин хигау там йом йом бэмэшэх арбаин шана это необыкновенный хэсэд который управляет их на протяжении сорока лет но это превратилось в рутину и мы недовольны и это привело их говорить что этот мань ужасный да но я хочу объяснить здесь что-то более глубже что они хотят да они хотят им надоело и так далее смотрите они хотят что-то другое да да раф кук объясняет что вот этот ман это мара говорит не раф кук говорит кроме того то что он был любого вкуса который тебе надо это было что-то необыкновенное да это действительно чудеса не только в том то что он падает с небес а чудеса в том то что он превращается в любой вкус и когда я пью воду тоже вот этот колодец который сопровождает нас тоже чудеса представляете себе колодец такой как это тоже сопровождает люди пьют люди отдыхают все нормально облака слава так что не хватает это вот еда которую они ели ман во-первых нельзя было собирать больше того то что тебе нужно нельзя и если ты собирал больше того что тебе нужно это гнило это сразу черви это сгнило а что происходило когда мы кушали этот ман он полностью а я не вла в эйварин а ман не вла в эйварин и поэтому в этой ситуации когда мы говорим что вот этот ман полностью был пропитан в наших органах то есть есть много разных органов которые составляют человека и эти органы требуют пищу потому что невозможно без пищи чтобы эти органы существовали развивались мотоболизм это все все что происходит да но происходила вещь очень интересная людям не надо было ходить в туалет то есть что такое туалет когда мы идем по маленькому по большому это то то что нам в принципе наше тело приняло то что приняло то что нам нужно для нашего тела а все остальное то что мы взяли себе оно уходит в туалет и мы обычно это говорит Араф Кук смотрите что он говорит очень удивительно откуда вообще существует такой момент казалось бы это это крото все что тебе надо у тебя есть не меньше и не больше вот это ман и есть ман ни в коем случае не давал тебе меньше того то что тебе надо и не надо больше давать зачем тебе больше а для чего тебе больше а здесь народ Араф Ирш нам объяснил как будто им надоело потому что это было то же самое я ничего не делал ради этого да я хочу как-то стремиться что-то делать Араф Кук говорит иным образом но тоже это я читаю вам то что говорит Араф Кук в Пим Касим Араф Кук написал дневники кроме различных книг дневники и вот дневник его да 15 дневник 32 в общем абзац в этом дневнике он пишет следующее когда человек берет себе то что ему нужно круто молодец тебе это надо как я сказал для твоего тела и так далее чтобы все было нормально это нормально откуда вот появилось и существует уже в творение мира так сегодняшний заложил чтобы человек брал больше чем ему нужно зачем это для чего до какой цели тебе если все выше дает все у тебя организовано все у тебя есть обеспечить тебя твою семью все что надо все есть но почему есть вот эти страсти заработать гораздо больше чем есть у тебя потому что заложено это что я хочу помогать другим потому что если у меня будет только то что для меня это круто это замечательно это прекрасно но как я буду помогать другим я же не могу помогать другим потому что у меня есть только что то что необходимо для меня самого а как я могу дать другим афаль пикув митбатлар гашату вам и вот это аргаша тува и вот это замечательное чувство прекрасное чувство это идеал человек делает какие-то моменты он хочет заработать для чего для того чтобы давать но сегодня мы хотим кушать больше и так далее это не для того чтобы или брать себе больше зарабатывать больше так обратите внимание что происходило в пустыне когда мы кушали ман и что происходит сегодня что происходит сегодня то есть вот это лишнее превращается в туалете что-то вонючее потому что идеал он давать то есть в пустыне да мы работали над собой перед тем как еще давать кому-то мы 40 лет работаем то что мы принимаем да это поймите когда ребенок рождается когда ребенок только он мы мы не воспитываем его это попозже может быть да ну он заботится о себе только и это нормально мы в пустыне как будто как утробы мамы как вот эта беременность которая находится которая ребенок он же заботает о себе он даже не думает что надо есть другой мир который надо помогать ему и так далее так в какой-то степени объясняет Раф Куб мы были такие мы хотим чтобы во первых очереди заботиться о себе но придет время которое мы захотим давать другим а когда это пришло время это пришло время уже на сороковой год на сороковой год когда мы входим сейчас на святую землю когда мы вот-вот придем в Эрот Исраэль там нам недостаточно вот этот ман который дает нам в тютинку то что нам нужно нам нужно гораздо больше почему потому что мы входим в Эрот Исраэль нам надо влиять нам надо помогать нам надо строить кроме наших каких-то интересов личных личных и семейных и так далее нам надо так нам надо много а этот ман символизирует что-то очень ограниченное что символизирует что-то только это то что пришли сказали кто сказала вот это поколение это это испорченный хлеб потому что он только заботится сейчас для себя и это все замечательно все прекрасно но мы же хотим гораздо больше а почему мы хотим гораздо больше потому что мы хотим давать понимаете это не было я не думаю что это было такое что это ужасно они хотят больше ради больше нет это праведные люди мы знаем что мы входим мы должны уже постепенно постепенно прекращать да быть зависимы только от вот этой еды которая называется мам кстати когда ребенок рождается он тоже он кушает молочком мамы замечательно молочком мамы кстати нету тоже никакого когда меняют памперсы детям грудным которые кушают только молочко мама там нет запаха интересно ребенок тоже сделал нет запаха есть отходы но нет запаха потому что ему все это надо это все его и то что выходит какой запах может быть потом уже вырастает вот эти запахи это я хотел сказать но что происходит это замечательно конечно человек хочет работать как Равюр сказал он не хочет получать все рыбы чудесами он не хочет чтобы это было как у нас говорят мудрецы нагамады кисуфа ты человек когда он зарабатывает на хлеб он гораздо получает от этого хлеба больше удовольствия когда он падает с небес это ну хорошо спасибо но мы не заработали этого это меньше удовольствия поэтому не считают либо мы хотим зарабатывать больше для того чтобы давать а это необходимо мы не можем остаться только на уровне мана но тем не менее всевышний посылает им вот эти змеи потому что давать прежде всего прежде всего как ты просишь что-то когда ты стремишься к чему-то надо во-первых быть благодарным тому то что есть да ты хочешь еще ты хочешь другой уровень это нормально но будь благодарны за то что есть и есть и кто вот неблагодарный за то что есть ему наклинает вот этого змея какого змея змеи который бы это то что кэн поймите вот мы находимся в пустыне потом Мошер Абейну через несколько месяцев сороковой год он приходит и говорит прям напрямую что он говорит он говорит нашу дорогу что Хамолихаха Всевышний вел себя в пустыне пустыне которая полна змеев пустыне которая полна скорпионов и ты шел потому что действительно в пустыне есть много а почему они тебя не кусали знаешь почему они не кусали потому что Всевышний милосердно держал их в клетке как будто и когда написано что Всевышний послал и Метин что он не послал он просто как будто была клетка которую Всевышний не давал он просто они должны быть свободны он просто их завел в эту клетку он в эшалах как будто сделал так как нормально естественно в природе находятся змеи в пустыне не то что он специально откуда-то взял и послал змеев нет вы забыли что я каждое мгновение берегу вас держу от того что змеи не кусали вас а вы этого не хотите вы хотите уже перейти на полностью и вы неблагодарны то что я вас так берегу Всевышний посылает этих змеев в эшалах и они действительно мазиким они к сожалению мазиким и потом обратите внимание надо сделать вот этот шест надо сделать вот этот шест как там написано когда ты увидишь я вам читаю на иврите народ в общем говорит написано интересно тоже здесь у нас написано вот этот змей он находится к сожалению вот эта неблагодарность находится у нас в наших душах и поэтому когда Всевышний приходит и говорит откройте пожалуйста седьмой стих мы просим тебя вот этот вот этот который находится вот этот змей который здесь не написано пусть поболись чтобы не было змеев это нахаж потому что вот этот нахаж который находится в сердцах вот этот в сердцах неблагодарности убери его и поэтому Всевышний говорит шест сделай вот это именно вот этого змея положи чтобы был на высоте он мог сказать положи какой-то посук талит свиток торы чтобы люди смотрели если это так важно чтобы люди смотрели наверх нет потому что главное это не просто смотреть наверх и вспоминать Всевышнего а вспоминать где я в этом вот это моя благодарность вот эту благодарность кто потерял он превращается вот этот нахаж который находится у него и только после этого так пишет это возбудить народ какие опасности есть какие и так далее кстати то же самое и я на этом закончу мы говорим когда мы говорим молитву модин я прочитаю вам когда вот эта молитва модин обратите внимание мы благодарны тебе за то что ты господь бог наш и бог отцов за наших бог отцов наших извини извините во веки веков ты оплот жизни нашей защитник спасающий нас из поколения в поколение будем благодарить тебя за и провозглашать тебя хвалу за жизнь нашу верную тебе за души наши хранимые тобой и за каждое время каждодневные чудеса твои представляете каждый день есть чудеса и за твои знамения и благодеяния которые ты творишь всегда вечером утром и днем понимаете вот евреи этого не понимали нет змеев они подумали ну так и должно быть всевышний проголом нет не так должно быть не так должно быть если нет моего управления нет вот этих чудес так появляются змеи и если ты неблагодарен сделай вот этот шест и когда ты смотришь ты постараешься убрать этого змея от твоего сердца и быть благодарным потому что когда человек благодарный благодарных людям благодарным мы ему говорим спасибо мы говорим это мы в общем действительно благодарны мы будем благодарны всевышнему а благодарны всевышнему она приведет потом понимание от чего все и приведет большим большим чудесам спасибо если есть вопросы пожалуйста сейчас одну секунду те кто присутствует на лекции я пожалуйста вы можете включить у вас есть возможность включить микрофон и задать вопросы если у кого-то есть вопросы пожалуйста мы можно их задать мы ждем сертовин можно задать вопрос пожалуйста я в том что вопрос непосильный вот не права для иноха я не слышу погромче пожалуйста сейчас сейчас слышно да погромче а сейчас перед тем как да понял Тимур одну секунду перед тем как вы задаете вопрос правильно задавать вопросы по теме лекции все извините все остальные вопросы пожалуйста в чате в любом другом месте понял понял правильно задавать по теме того что рассказывал Рабит извините пожалуйста нет нет я не понял прежде всего то о чем мы сейчас слушали мне кажется так правильно окей так насчет мана например ман он отписывается в торе вот и в общем многое понятно спасибо вопросов нет в будущем буду ходить на ваши занятия онлайн замечательно Александр Анатолий есть вопросы ну хорошо окей будет думать дальше над вопросами хорошо тогда большое спасибо шаву тоф и псурот тоф всем счастливо